Да, конечно. Если есть вопросы, то пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос именно по теме фильма, особенно людей, вот инклюзия. Насколько она вообще была вам близка и знакома до съёма? Что-то вы как-то специально к этому готовились? В плане, может быть, психологическом, что-то читали? Может быть, общались с такими людьми? Насколько это в процессе изменилось, может быть, ваше отношение, что-то узнали? И как вы думаете, повлияет ли это на вашу жизнь, не в профессиональном плане, а в человечестве? Спасибо за вопрос. Очень интересный, важный вопрос. Я с людьми с подобными особенностями, насколько я помню, по крайней мере близко и на продолжительной основе, не общалась никогда. И я не могу сказать, что мне приходилось психологически готовиться как-то к этому, потому что, в первую очередь, это тоже люди, просто со своими какими-то особенностями, опять же. Они никак от нас не отличаются, кроме этих особенностей. И для меня не было каких-то особых проблем, через которые мне приходилось переступать, чтобы с ними общаться, потому что, опять же, они все очень открыты, очень милые, добрые, очаровательные дети, которые, ну, правда, очень светлые и очень было приятно с ними пообщаться. Очень интересно и очень приятно было с ними пообщаться. Вот. А, да, точно. Но она немного отличается, мне кажется, в этом смысле. Я общалась с девушкой, которая стала прототипом моей героини. Ее же тоже зовут Катя, да. Она снималась в тизере, если я не ошибаюсь. Потом на ее роли взяли меня, потому что она была старше. Я на эту роль больше подходила, потому что мне было 15 на момент съемок. На начало, мне исполнилось 16 на съемках. Вот. И, как бы, да, было тоже очень интересно пообщаться, погрузиться именно в героиню, в то, что она чувствовала, что... Потому что это, правда, очень тяжело, когда я в этой вот скролле именно через себя такую ниточку проводить осознание того, что человек просто в какой-то момент перестает ходить и не может этого делать. Это очень тяжело. Я представить не могу в полной мере, как бы, через что приходится проходить людям с такими проблемами. Это очень страшно, и я считаю Катю невероятно сильной девочкой, потому что принять это, это... Я не уверена, получилось бы ли это у меня, у человека, у Софии. Я не знаю, получилось ли это бы. Так что, да, опять же, подводя итоги, никак готовиться морально мне к этому не пришлось. Поменялась моя жизнь после этого. Я, пожалуй, теперь больше понимаю, как общаться с такими людьми, потому что, когда ты долго проводишь время с людьми определенной категории, то ты понимаешь, как с ними коммуницировать. И это очень важно, потому что теперь мне намного легче как-то понять, предупредить действия, чтобы не задеть, не обидеть человека. Здравствуйте. Скажите, в каком регионе проходили съемки? Это было под Москвой, Волоколамск, если не ошибаюсь. Позже мы приехали в другой лагерь, но я, к сожалению, не помню, где он находился. Первый точно в Волоколамске. Вот. Под Москвой, опять же. А я про сложные сцены буду финализировать потихонечку, потому что время позднее, и все хотят домой. Это нормально. Пожар в сарае. Да. Все-таки, как-никак, это пожар в сарае. Да. Тоже не было страшно. Было даже весело в какой-то степени. Я очень хорошо помню, как мы снимали это, потому что было очень холодно, и мы сидели в этой беседке и передавали эту свечку. Попутно заканчивается сцена, нас бегут согревать с одеялами, и просто подушками и термобельем, потому что было ужасно холодно. У меня опечинили ноги абсолютно. Вот. А пожар? Пожар, ну, горел в сарае. Можно было погреться, вот это говорят. Все верно. Вот. Ну и, к сожалению, не помню, как зовут, мне стыдно. Актер, игравший в Физрука, все-таки известный стендап-комик. Сергей... Сергеич, Сергеич. Все-таки в этом фильме ему досталась роль довольно-таки человека, который экстремалит, наверное, больше всех. Я бы сказал это так. Его и в снег кидают, и в воде он тонет. Слава Богу, в сарае не горит. Да. Ну, это радует. Хотелось бы спросить, как вот все вот это вот он пронес на себе и вообще его отношения к таким ситуациям? Сергеич тоже абсолютно потрясающий человек. Очень приятно было с ним общаться. Он очень умный и очень-очень смешной. То есть, если как бы складывается ощущение, что вот он такой комичный персонаж здесь, он комик в жизни своей, на самом деле он и в обычном общении ведет себя точно так же. И это очень смешно. Он просто невероятно смешной человек. У него потрясающее чувство юмора. Очень приятный мужчина. Вот. Его отношение ко всему этому, не знаю, мне кажется, относился к этому с легкостью и был рад получить подобную роль, потому что он, как мне кажется, любит смешить людей. И он действительно очень комичен в этом фильме. Очень каждая сцена с ним вызывает, если не смех, то какую-то улыбку. Так что, я думаю, он был рад поучаствовать в этом таким образом. Еще один вопрос коротенький возник. У какого режиссера хотелось бы сняться вам? Вы наверняка об этом долго думали, мечтали, пока учились. Кстати, нет. Я больше, наверное, горю за идею. То есть, мне больше интересно, какой проект. Естественно, важно, какой режиссер его снимает. Но... Еще раз? Нет, не говорили я ее помню. Извините. Вот. Так что я больше, наверное, все-таки склоняюсь к именно идее фильма, чем к какому-то конкретному режиссеру, потому что все режиссеры очень разные. И зачастую снимают разные произведения. Вот. Поэтому тут я опираюсь именно на сам фильм, нежели на режиссера. Вот. Самая главная операция на сценарий. Да. Я предлагаю на этом финализировать нашу беседу. Давайте поблагодарим Софи за то, что она так столько приняла все наши вопросы. И не очень-очень не сложно. Очень приятно пообщаться, на самом деле, с аудиторией, если можно сказать. Очень приятно видеть людей, которым понравился фильм, и получать такую добрую, позитивную оценку. Моей, в том числе, работы. Так что спасибо большое, что пришли, что посмотрели, что оценили, что поговорили со мной. Вот. Спасибо. Всех всегда ждем на наших Ленфин-клубах. На следующей неделе у нас флаг, как нельзя. Немножечко обратно. Антону Богданову, спасибо за то, что...